Всем привет, друзья! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал, рассказываю о фондаум рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и инвестирую вместе с вами. Ну что, друзья, как обычно, вечером подводим итоги торгового дня, полистаем любопытные новости, посмотрим на российские и на американские рынки, посмотрим на стоимость нефти, золота и биткоина, разберем лучшую российскую компанию сегодняшнего дня. Покопаемся в моих портфелях, напомню, что инвестирую через брокера открытия, у меня есть два счета в Тинькофф, один в ВТБ и криптокошелек на Бинанс. Ну и в завершении, как обычно, поразмышляем, чего нам ожидать от дня завтрашнего. Перед тем, как мы начнем, попрошу вас традиционно поставить мне лайк за это видео. Спасибо огромное, погнали! Сегодня акции компании Pinterest упали на 10%, PayPal при этом опровергает слухи о покупке этого бизнеса. Платежная система сообщила, что не ведет переговоры о покупке с социальной сети, ранее о планах компании провести поглощение за 45 миллиардов долларов, написало агентство Bloomberg. Сегодня бумаги фотохостинга Pinterest на премаркете Нью-Йоркской биржи дешевели более чем на 10%, потом потери несколько сократились, но все равно котировки просели суммарно на 9% по сравнению с закрытием торгов в пятницу. Причиной резкого снижения стало опровержение PayPal, информацией о том, что она собирается купить Pinterest. В пресс-релизе на сайте платежной системы говорится, что сейчас никакие шаги для сделки не предпринимаются. А вот что касается акций самой компании PayPal, у меня она, кстати, в портфеле есть, то по ней сегодня рост почти 6% до 254 долларов. По словам источников, сделка могла пройти по цене 70 долларов за акцию, что более чем на 25% выше, чем цена закрытия предыдущего торгового дня. Бумаги Pinterest на фоне объявления новости подорожали более чем на 18% на Нью-Йоркской фондовой бирже, но сегодня все вернулось на круги своя. А вот компания Volvo сокращает объем IPO на 20%. Они сократили объем предлагаемых акций на 20% из-за нестабильности на мировых фондовых рынках. Volvo проведет IPO по нижней границе ценового диапазона и привлечет около 2,3 миллиарда долларов. Доля акций в свободном обращении составит от 16 до 17,9%. Изначально Volvo Car рассчитывала на капитализацию 19,23 миллиарда долларов. Торги на бирже Nasdaq начнутся 29 октября под тикером Volcar B. Bloomberg отмечает, что в условиях нестабильности на мировых рынках другие европейские компании, например, ритейлер бытовой электротехники, электроники из Нидерландов, Coolblue Envy, и французская компания iCade Santessa, занимающаяся недвижимостью, заморозили планы проведения IPO. Ну и, к слову говоря, Volvo планирует к концу 20-х продавать только полностью электрические автомобили и построить завод по производству аккумуляторов. В Европе на привлеченные в ходе IPO деньги компания собирается наращивать производство. К 2025 году объем продаж должен вырасти почти вдвое до 1,2 миллиона автомобилей. Джили, материнская компания Volvo, приобрела шведского автопроизводителя у Ford в 2010 году. За 1,8 миллиарда Джили планировала разместить акции компании на бирже еще в 2018 году, но затем отложила IPO из-за напряженности в торговых отношениях США и Китая. Да, друзья, если вдруг для вас это сюрприз, легендарный бренд Volvo уже давно принадлежит китайцам. Я об этом как раз года три назад и узнал. Ну и, честно говоря, был сильно шокирован. Ну а всех нас вместе взятых шокирует в последнее время рост цен на продукты. Уже в магазин страшно заходить. Там гречка почти, блин, 150 рублей, жуть какая-то. Ну и вот сегодня Песков заявил, по какой причине все это происходит. Прямая речь Дмитрия, это и инфляционные процессы, которые, к сожалению, имеют место. Неблагоприятная международная конъюнктура всему виной. Вот в чем дело. Которая тоже давит на цены в плане их повышения, сказал представитель Кремля. Во всем виноват опять Запад. Запад и наши враги, которые кольцом обступили нашу Россию. Песков отметил, что российские власти постоянно контролируют цены на продовольственные товары и пытаются не допустить резкого роста. Он напомнил, что по поручению президента правительство наладило соответствующие механизмы. Ну и еще один рекорд. Сегодня цена нефти WTI достигла максимума за 7 лет. На максимуме котировки нефти поднимались на 1,5% по сравнению с предыдущим торговым днем. Цена на нефть WTI на Нью-Йоркской бирже превысила 85 долларов за баррель. По состоянию на 15.29 по Москве декабрьские фьючерсы росли на 1,52%. Стоимость техасской марки поднялась выше отметки 85 впервые с октября 2014 года. Что касается Brent, цена декабрьского фьючерса растет на 1% и торгуется на уровне 85,61. Свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. Ну и вот еще, друзья, любопытная статистика. Прочитал сегодня эксперты, сообщают о росте медианной зарплаты у нас в стране почти на 10%. В третьем квартале медианные зарплаты в России выросли на 9,2%. Отраслями-лидерами стали IT, отрасль и связь, финансы, страхование, торговля, гостиницы, общепит и строительство. Медианная зарплата означает, что 50% рабочих мест оплачиваются ниже этого значения и 50% выше. То есть речь идет о зарплате, которую получает среднестатистический работник в России. И по данным экспертов, сильнее всего показатель вырос в вышеуказанных отраслях. Ну на первом месте это информационная технология и связь 13,5%. Лидеры финансы и страхования плюс 13,1% и торговля почти 13%. Но я так понимаю, тут все-таки анализ проводился на базе вакансий. Это не совсем, я думаю, верная статистика. Так что, друзья, напишите в комментариях, поднимите руку, у кого за год зарплата выросла на 10%. Есть ли вообще такие? Ну и новость, которую я вынес в заголовок. Alibaba установила рекорд по потере капитализации. За год компания подешевела на 344 миллиарда долларов. С ума сойти. Обвал котировок китайского интернет-гиганта начался год назад после речи основателя Alibaba Джека Мафф, который он раскритиковал финансовую систему страны. Исторический максимум по акциям был достигнут 27 октября прошлого года. 317 долларов за бумагу, затем резко бумаги рухнули и почти год постепенно снижались. На минимуме 4 октября уже этого года котировки опускались до 130 долларов за акцию, но затем пошли в рост и по итогам торгов 22 октября закрылись на отметке 177.70. Хотя акции Alibaba подорожали на 27% по сравнению с минимальным уровнем, они по-прежнему на 44% дешевле пикового значения октября 2020 года. В чем собственно сэр Бор? На конференции в Шанхае в конце октября 2020 Джек Ма назвал базельские соглашения, которые регулируют банковскую сферу клубом для стариков. Кроме того, Ма раскритиковал местные и глобальные регуляторы за сдерживание инноваций и недостаточное внимание к развитию возможностям для молодежи. Выступление Ма дорого обошлось компании. Спустя несколько дней регуляторы приостановили IPO технологической дочки Alibaba, компании Ant Group, которая должна была стать крупнейшим в истории всего мирового фондового рынка. Это произошло всего за два дня до IPO. Кроме того, началось антимонопольное расследование против Alibaba, по итогам которого компания была оштрафована на рекордные 2,8 миллиарда долларов. Пекин усилил контроль за деятельностью и потребовал от компании реорганизовать финтех-бизнес. Вскоре после этого власти Китая начали закручивать гайки в других секторах, что привело к падению многих китайских акций, да и вообще всего китайского рынка. Мы видим, в каком он негативе в последнее время существует. Под удар попали компании из сектора дополнительного дошкольного и школьного образования. Им запретили привлекать частный капитал, в том числе иностранный, или проводить IPO. Затем критики подверглись сектора видеоигр, полупроводников, электронных сигарет, алкоголя, детского питания, биотехи и IT-компании. Вот так, друзья, не дело шутить бизнесу с авторитарными правительствами. Китай это наглядно демонстрирует. Ну посмотрим, сложно что-то прогнозировать по Китаю. Я лично стараюсь в последнее время от него держаться подальше. Погнали на рынки. Друзья, напоминаю, у вас есть уникальная возможность приобрести мой честный портфель. Это инвестиционная стратегия, по которой я работаю со скидочкой. Релиз на октябрь, ближайшие 4 дня, то есть с 25 по 28 октября. Будет доступен со скидкой 15% и приобрести его можно, написав мне в Telegram. Стоимость 425 рублей. Сегодня очень хорошие результаты по российскому рынку. Индекс РТС вырос на 1,54%. Индекс МОС биржи прибавляет 0,74%. В Америке все не так радостно. Доу Джонса минус 7 сотых. СНП минус 0,1%. Насдак около нуля. В Европе и в мире картина разнообразная. Но отмечаем, что прибавляет ФУТСИ плюс 8 сотых. Прибавляет немецкий ДАКС. Прибавляет австралийский АСХ. И Китай сегодня растет на 0,4%. Все абсолютно зеленое на товарных рынках. Золото вновь выше 1800. Плюс 0,7% за день. Растут все металлы. И продолжает дорожать нефть. Бренд плюс 0,85%. Уже 86 долларов 26 центов за баррель. Решение Центробанка о повышении ставки просто резко усилило рубль. И второй день подряд очередное укрепление. Уже в общей сложности почти на 2% у нас просела валюта. Сегодня доллар минус 0,86. Евро минус процент. За доллар дают 69,83. За евро 81,06. Ну и позитивная динамика по крипте. Биткоин плюс 3%. 62 994 доллара за монету. По индексу московской биржи пятерка лучших акций. Это Х5 Ритейл плюс 3,4. Лукойл плюс 2,7. Русал плюс 2,5. АФК Система плюс 2,4. И Роснефть плюс 2,3. Аутсайдеры Тиньков минус полтора. Полюс минус 1,6. Петропавловск минус 2,1. ММК минус 2,2. И худшая бумага дня. Пик минус 3,3%. По всему российскому рынку лучшая акция сегодня. Русгрейн Холдинг плюс 13,46. В тройке лидеров ДЭК и Ишсталь. Ну а также мы тут видим Лен Энерго, Волгоград Энергосбыт, Обычка Ишсталь, Воронежская СК, Самар Энерго Префы и Эрганон. Опять много, достаточно много энергетики. Русгрейн Холдинг сегодня наш чемпион. За месяц плюс 18, за год плюс 63. И за три года плюс 113%. Достойные результаты. Тикер бумаги RUGR. И одна акция стоит 14,78 рубля. Сегодня плюс рубль 78. Теханализ от инвестинг на месяц активно покупать. Скользящие средние 10,2. Технические 8,1 за покупку. Русгрейн Холдинг это главная компания одноименного агропромышленного холдинга, который выращивает, перерабатывает и реализует зерновые, масличные культуры, производит и продает комбикорм, птицеводческую продукцию. Образована в 2004 году, зарегистрирована в Москве. В 2015 году компания стала публичной. Активы в Москве, Башкирии, Краснодарском крае, Волгоградской, Омской, Ростовской и Саратовской областях товар не экспортируют. Вот, друзья, и бенефициары роста цен на продовольствие, на продукты питания. Пожалуйста, явный пример происходящего сегодня на прилавках магазинов. За 30 дней, вот, пожалуйста, так выглядит график, график за полгода. И достаточно неплохой годовой график с двумя такими фазами резкого роста. Вот один был в марте, такой же рост. Потом бумага, в принципе, торговалась вяленько до сегодняшнего дня. Ну и вот сейчас вновь начался подъем. Показатели компании капитализации 553 миллиона, бета 0,78, нет показателя PE, надо бы его найти, разумеется, в интернете, тем, кто задумается о приобретении. Payout ratio по нулям, нет дивидендов, это минус, нет показателей по рентабельности, 7 миллиардов выручка, 1 миллиард, и беда, и чистая прибыль минус 2 миллиарда. Ну вот так вот. Неоднозначные показатели. Неинтересно, друзья, мне кажется, отрасль точно интересная. Ну а что касается именно конкретной акции, я бы покопался в ней повнимательнее, если бы задумывался о приобретении, но в рамках данного видео мы этого сделать, конечно же, не успеем. Так, давайте смотреть, что у меня. Начинаем с российского портфеля в брокере открытия. Плюс 0,46 здесь, плюс 4896 тысяч в портфеле. За неделю, тем не менее, финансовый результат пока красный, минус 0,28, минус 2,500, но у нас пятница была очень брачная, пока еще после пятницы восстановления полного нет. За 30 дней, плюс 28 тысяч, плюс 3,25 соток, за 90, плюс 8 процентов и плюс 69,300. Лучшая бумага из моих сегодня тут, это компания ОГК-2. Уже несколько дней подряд показывает достаточно хорошие результаты. Это, друзья, энергетика. Погнали в Америку, начинаем с иис в брокере Тинькофф. В последнее время мне инвестиции в иностранные бумаги в валюте напоминают плавание против течения. Ну, никак не удается перебороть рубль и постоянно курс валюты работает против тебя. К сожалению, даже когда рынок торгуется в плюс, практически каждый день мы видим продолжающееся ослабление доллара и евро. Ну, вот сегодня по акциям лучшая компания PayPal, плюс 4,7 на текущую минуту. По фондам плюс 0,13, сегодня в портфеле 237 тысяч, за все время плюс 14 процентов, но опять же курс сегодня здесь не в мою пользу. Ну и в криптокошлике у меня 3,300, доходность за 30 дней 25,5 процентов. Здесь все очень даже неплохо. Возможно, друзья, у кого-то возникает вопрос, а чего ради вообще инвестировать в валюту, тратить деньги еще и на ее покупку, к тому же, если она постоянно дешевеет к рублю. Но дело в том, что дешевеет она не постоянно, сейчас у нас цикл повышения ключевых ставок, это поддерживает курс. Ну и, естественно, фаза дорогих энергоносителей, нефти в первую очередь, которая тоже влияет положительно на рубль. Как только это закончится, а рано или поздно это закончится, Центробанк со следующего года будет ставку постепенно понижать, то и картина изменится. И вот тогда-то обладатели валюты, наоборот, будут радоваться, как они грустят сейчас. Так что я, друзья, однозначно для себя отвечаю на этот вопрос. Часть денег, часть своих сбережений я в валюте все равно храню, хотя вот в моменте это вроде как приносит небольшие убытки. Посмотрим, друзья, что будет завтра. Настрой у меня достаточно позитивный, мне кажется, октябрь должны закрывать неплохо. Спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал, рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком. И инвестирую вместе с вами. Хорошего вечера, до завтра, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok